Максим Львович, старший преподаватель кафедры физиологии человека и животных биофака МГУ. Сегодня у нас с вами вводная лекция, которая нужна будет вам для того, чтобы пройти практику, который будет у вас уже со среды. И сегодня мы разберем природу потенциала покоя, а в пятницу мы с вами разоберем природу потенциала действия. Но прежде чем мы приступим, собственно говоря, к предмету нашего изучения, давайте... Ой, извините, пожалуйста, я еще немножко вводную забыл. Значит, для того, чтобы вам удобно было заниматься, есть такой сайт поддержки учебного процесса. Видите, написано физиологи, био-эмиссюру. Значит, у вас есть в каждой подгруппе староста, правильно? Вот староста присылает на почту, ну давайте мне, не своим преподавателям, а вот чтобы все централизовано, какой-нибудь логин и пароль. Это должны быть английские буквы и арабские цифры. То есть никаких подчеркиваний, пробелов, там не считаемых символов там быть не должно. И тогда по этому логину и паролю вся группа может ходить на этот сайт. Там будут выкладываться лекции, там будут выкладываться книжки, там они есть. Там будут материалы к докладам, литература, практикумы, те главы, которые вам понадобятся. То есть вот там, в общем-то, почти все, что нужно, информационное сопровождение там будет. И начнем мы с того, что введем сначала некие понятия. А собственно говоря, что же такое физиология человека и животных, чем она занимается и что мы будем разбирать. Ну, если кратко определить, что такое физиология, это наука, которая отвечает на вопрос «как». То есть, как что-то работает или почему что-то не работает. Это будет нормальная физиология, в первом случае, во втором случае, это будет патофизиология. Мы в основном будем заниматься нормальной физиологией, немножко залезая туда. Второй аспект этого термина, это как бы уровень увеличения нашего увеличительного стекла. Как подробно мы изучаем, как это работает. Этот уровень начинается с тканей, их отдельных клеток и дальше простирается до целого организма. Немножко залезает на межорганизмное взаимодействие, но это уже ближе к психологии или физиологии высшей нервной деятельности. Основной прицел – это как работают клетки и органы. Вот это то, чем занимается физиология. Понятно, что если прицел берется на то, из чего состоят клетки, то это биохимия. Если как они выглядят, то это цитология и кистология. Если вы видите, что она обязана быть интегративной наукой, то есть тереться вокруг дружественных наук и пользоваться активно их данными. Вы это увидите у меня в иллюстрациях очень много картинок из самых разных других наук, хотя, конечно же, это все части физиологии. Как вы понимаете, эта наука одна из самых древних, поскольку она растет из натур-философии, из какого-то знахарства и граничит с теологией. И вообще люди издали пытались объяснить, а что же происходит с организмом, почему он здоров, почему он нездоров, а что будет, если сделать то или другое с ним, как прожить дольше. И, конечно же, поэтому первые отсылы к тому, что можем говорить, как начало физиологии, наверное, надо сделать к школе Гиппократа. Видите, это еще, получается, четвертый век до нашей эры. И там это как раз школа, она такая была во многом эзотерическая, оккультная, но она первая, которая сумела вывести некие аксиомы, некие правила, которые, наверное, вы слышали название клятвы Гиппократа. Сейчас ее небольшой фрагмент обязаны произносить врачи, когда они заканчивают медицинский факультет. На самом деле, там довольно большой свод, во многом в наше время читающийся довольно сомнительным. Но, тем не менее, что в нем было постулировано, что человек это некое единство разных сред. Соответственно, вот этот флегматик, сангвиник, вот эти вот разные желчь, огонь, это все произошло оттуда. И, соответственно, если эти среды находятся в балансе, то человек здоров. И второй постулат, который только сейчас находит свое, на самом деле, применение, это то, что эти среды могут очень сильно меняться от психического состояния или от склада личности изначально. То есть, меняя психическое состояние, неизбежно будут меняться эти среды. Ну и следующий очень важный принцип, который тоже, на самом деле, совсем, ну, наверное, в 20 веке встал во главу угла, это принцип «не навреди». Здесь очень сильно соприкасается с биоэтикой, да, можем ли мы рисковать жизнью, например, человека, да, с не стопроцентной уверенностью его вылечить или мы лучше дадим ему с некой вероятностью выздороветь самому, да, но как бы не будем вмешиваться. Вот его школа говорит, что если можно не вмешиваться, то надо давать организму выздоравливать самостоятельно и если вы не уверены, что эта травка там не отравлена, там, или ему конкретно может сделать хуже, то лучше, это не давать. Ну и сцеплены с эти медицинские аспекты. Нужно ли рассказывать, например, пациенту о том, что он смертельно болен, да, или нужно ли брать деньги, да, и в каком объеме, за какие услуги, там достаточно подробно и очень с философской точки зрения хорошо освещено. Вот, ну, поскольку это была школа, имен там было много, к сожалению, многие из них не дошли до нашего времени, но, наверное, следующая века, это была книга, видимо, это тоже была довольно большая эпикурейская школа материалистов, это конец первого века до нашей эры, которые, опять-таки основываясь на неких философских взглядах, постулировали, что человеку лучше не думать о том, что он сотворен Богом и что есть загробная жизнь, да, потому что это только портит его отношение к себе и к своему здоровью. Если человек жив, то смерти нет, если человек мертв, то он ничего не чувствует. Вот с этой позицией очень хорошо заботиться о себе здесь, вот сегодняшнем, в этом, в современном мире и думать, как улучшить эту жизнь. Дальше в этой книге достаточно хорошо разработала, действительно, материалистическая теория. Постулируется, что там есть разные атомы с разным форм и составом, сцеплены друг с другом крючками разной формы и силы связывания. Ну и дальше, когда там, например, вода испаряется, крючки расцепляются, да, и вот вся химия, она в таком наглядном виде уже была представлена. И это же самое постулируется про организм, что есть некие крючки, некие, ну как мы сейчас уже говорим, атомы и молекулы, да, сложные, сцеплены между собой или отдельно летающие, которые могут сильно влиять на здоровье, как в одну, так и в другую сторону. То есть достаточно подробно разобранная именно с умозрительной точки теория материализма. Ну, к сожалению, у меня нет времени рассматривать очень любопытную индийскую школу, которая гораздо древнее школы Гиппократа, и, возможно, заимствования у Гиппократа были оттуда, вот все эти вот ауры и чакры. Китайскую школу, которая позже, чем это уже где-то начало нашего тысячелетия, конечно же, очень много внесла арабская, да, ну, то, что связано с медициной, да, с прикладной участие. Это и хирургия, это и представление о фармакологии, да, это уже мы говорим какой-то там 10-12 век нашей эры, собственно говоря, азы медицины пошли, пришли к нам как раз оттуда. Ну, ну, наверное, знаете, да, вот Авиценна, да, трактаты о здоровье, ну и многие другие. Поэтому мне бы хотелось на самом деле сказать, что вот то, что многие считают, что вот это средневековье, да, и темные времена, на самом деле, в общем-то, это довольно условно, это только если рассматривать какие-то части Европы, где там была потеряна там то письменность, то культура, вот, а все остальное развивалось довольно гармонично. Вот, ну и, конечно же, эпоха возрождения вдохнула новую силу в естественно-научное направление, вот, ну и, наверное, здесь, конечно, следует сказать о Рене Декарте, который помимо большого вклада в математику внес именно в постулирование материальной природы нервной системы, в частности. Вот картинка из его книжки, и он пишет следующее, что вот есть в голове некие центры, да, есть нервы, по которым несутся духи, да, тогда про электричество просто мало знали, он называл их духи, причем они несутся с очень большой, но конечной скоростью, да, то, что мы сейчас уже знаем, вот, что эта реакция стереотипная, одинаковая, врожденная, да, и зависит от того, какое, собственно говоря, воздействие в те части мозга идут духи и, соответственно, вызывают ту или иную мышечную реакцию. Это он назвал, собственно говоря, то, что потом Прохаско назвал как рефлекс, да, где-то через 50 лет после Декарта, да, но, собственно говоря, все принципы были именно работы центральной нервной системы, заложенной Рене Декартом. Единственное, что какой был вклад, скажем, Декарта по сравнению, ну, например, со школой Аристотеля, да, что они считали, что мозг — это емкость для охлаждения крови, да, что вот мозг, как говорили, мыслящая субстанция находится в сердце, поэтому, если сердце горячее, значит, человек, темперамент у него холерический, а если у него большой мозг, то он хорошо охлаждает, значит, эту самую нашу духовную материю, и чем больше мозг, чем лучше работает мозг, тем человек хладнокровней и рассудительней. Ну, на самом-то деле, при всей комичности, в общем-то, это правда. Чем больше объем префронтальных зон, тем больше тормозное воздействие оказывается со стороны коры больших полушарий на стволовые центры. Немножко другими словами, но, в общем-то, можно сказать, что они были правы. Так вот, Декарт поместил все-таки рефлексы именно с духами в мозг, да, и прямо связал работу головного мозга с какими-то импульсами, которые по ним идут. Что у него осталось, как бы, еще до самого, причем 20 века, полностью в неосвещенном, так сказать, знанием свете, это дуализм. То есть он считал, что в каждом из нас есть животная часть и часть, как бы, от Всевышнего неизвестный какой-то вот органон, который живет внутри и который является нашей душой. Видимо, это тоже где-то в мозге, просто непонятно где. И дальше за ним в течение, вот видите, сколько там, трехсот с лишним лет, люди так и делили на две части. Значит, и даже в начале 20 века вот теория, там, скажем, бихевиоризма, да, говорила о том, что зачем нам познавать орган такой же сложный, как тот, кто познает. Поэтому, в принципе, неразрешимая задачка. Вот, и давайте мы просто смотреть феноменологию и не вдаваться в то, как работают мозги. Так что, как видите, след Декарта, вот этот его дуализм сохранился очень на долгое время. Ну, дальше, конечно, наука дала вспышку, поэтому, раз уж мы не сможем рассказать про всех выдающихся мыслителей и экспериментаторов того времени, мы немножко будем заворачивать в сторону сегодняшней лекции, да, а что же было сделано по физиологии, как сейчас говорят, нервной системы. Ну, нельзя как бы не рассказать о Гарвии, да, который, собственно, считается своей книгой об анатомическом исследовании движения сердца и крови у животных, он, как бы, вот, по-моему, февраль 28-го года считается датой формирования физиологии человека и животных как науки. Обратите внимание, что до того момента большинство исследователей, они брали за основу философию, да, они сидели, это натурфилософия, они сидели, смотрели, вот, например, как белье, например, сохнет на ветру, да, и куда-то девается вода, и вот они складывали мысли о том, как это происходило. Здесь вы видите на картинке, да, у нас человек пережимает вены, да, в разных местах и отпускает, и видит, что за венами у нас кровь не течет, а в этом месте здесь не течет, то есть он говорит о том, что, ага, значит, кровь движется вот в эту сторону, а если артерию пережать, то в эту сторону не будет, то есть, видите, это уже первая, как бы, уже исследовательская физиология, как исследовательская наука, за это, собственно, эта книжка и считается основой физиологии, как экспериментальной науки. Ну, движемся дальше. Конечно, физиология не могла двигаться дальше, пока не появились представления об электричестве, да, животномагнетизме, вот, ну и Луиджи Гальвани, который, вы знаете, изобрел гальванический элемент, вот, он экспериментировал, говоря, что он случайно открыл феномен, что если, каким образом, у него лягушачьи лапки в большом количестве висели на балконе, и вот когда у них, значит, там, по-моему, цинковые или медные были вот эти балконные штуки, они сначала видели, что перед грозой лапки начинали иногда дергаться, да, и дальше он оказал, что, значит, цинковая и медная проволочка вызывают сокращение мышцы, такой же, как вот происходил, когда она касалась на электризованном балконном вот этом своем, значит, ограждением, как и, ну, сходное было подергивание. Из этого он предположил, что действительно есть некое животное электричество, вот, дальше были изобретены вот эти электромашины, которые, ну, наверное, вы на физике видели, да, крутится такой диск, да, и, значит, между двумя шариками проскакивает искра. Вот совместили эту электромашину с нервом, оказалось, что отлично, она тоже дергается, вот, ну, видите, какое здесь может быть речь о случайности, да, вот кто, так сказать, случайно будет вывешивать лапки на балкон лягушачьи, скрытые. Конечно, это был поиск, причем очень вдумчивый, вот, ну, вот, какой-то доли везения, оно всегда способствует, сопутствует людям, которые усердно что-то изучают. Ну, и, видите, восемнадцатый век — это век взрыва экспериментальной физиологии, ну, а в нашей части, ну, на мой взгляд, очень были прорывными работы Матиуччи, который, видите, уже пользуясь тем же самым гальваническим кайпарой, сделал следующий опыт. Он, вот, мышца дергается, если мы замыкаем электроды, но он разрушил мышцу слегка, ну, оболочку мышцы, и слегка повредил оболочки нерва. И вы видите, что мышца сокращается, и сокращается такой же нервно-мышечный препарат, который идет за мышцей. Таким образом показал, что в мышце, чтобы она сократилась, да, тоже должен идти электрический ток. Это был такой тоже прорывный момент, потому что каким образом мышца заставляется укорачиваться, было совершенно непонятно. Вот, ну, и дальше уже пошел, так сказать, уже системный подход, вот, и разрабатывалась теория телефонная, такая кабельная, да, что вот эти самые нервы, по ним бегут электрические волны, да, дальше они замыкаются, как на каком-то там операторе, вот, ну, и все вот эти вот волны, в сумме головной мозг, по крайней мере, рефлекторная его часть, это какой-то вот такой, как телефонная станция. И никому в голову не приходило, что может быть, в принципе, что-то похоже на торможение в мозге. Вот, ну, тем не менее, сеченов достаточно простым опытом это показал. Вот обратите внимание, что опыты пока еще очень несложные, да, а вот трактовка это, что называется, самый изюминка. Вот рефлекс достаточно к тому времени изученный. Если в слабый раствор кислоты окунуть лапку лягушки, у которой разрушен головной мозг, да, с сохраненным стволом мозга, то есть конечный мозг разрушен, а вот ствол еще есть, то она будет отдергивать эту лапку, ну, как, безусловно, рефлекс. Вот, можно ущипнуть ее, там, неважно, как хотите, там, уколоть, все будет одно и то же. То есть спинномозговые рефлексы, таким образом, там были показаны, что это действительно, какой сегмент спинного мозга за это отвечает. Ну, вот он сделал простой опыт. Да, к этому моменту было известно, что если приложить кристаллик соли поваренной к какому-нибудь нерву, да, или к мышце, то она сократится. То есть уже было известно, что вот соли натрия провоцируют возбуждение. Так вот, он прикладывал кристаллики соли в разные части мозга и обнаружил, что если к стволу, вот в определенную точку приложить кристаллик натрия хлора, то рефлекс исчезает. Потом вы вымываете этот раствор, и рефлекс восстанавливается. Из этого он сделал глубочайший вывод, что значит, есть какие-то нервные клетки в мозге, которые активно вытормаживают данный рефлекс. То есть он разработал теорию явления, ну, теорию, там, торможения в нервной системе. Очень долго, как бы, она очень плохо совмещалась с теорией телефонии, поэтому еще лет, там, тридцать-сорок никак она не могла быть взята на вооружение. Начало двадцатого века еще был спор, мозг вообще состоит из синцития, то есть из непрерывных сетей, или между ними и синапсы, да, связи. Ну, движемся дальше. Следующий автор среди многочисленного «Столпа титанов», это, конечно же, Иван Петрович Павлов. Как бы, фигура, ну, про него можно много рассказывать, много баек, да, но хотелось бы рассказать именно о том, какой вклад он, собственно, внес в историю, ну, и, как бы, формирование физиологии. Нобелевскую премию он получил, как бы, не за то, за что, на самом деле, все понимали, нужно ее дать. Он получил Нобелевскую премию за вклад в регуляцию физиологии пищеварения, то есть за то, что вот, каким образом формируются пищедобывательные рефлексы, как это влияет на слюноотделение, да, на моторику кишечника. Ну, и вот это, как бы, казалось бы, частное открытие, тем не менее, было удостоено Нобелевской премии. А что же, на самом деле, какие выводы он сделал из наблюдаемых явлений? Во-первых, какие явления он наблюдал? Он наблюдал то, что если в стандартных условиях предъявлять собаке некий раздражитель, то есть включать лампочку, да, и давать ей корм, да, или там изображение, или запах корма, то через какое-то время просто включение лампочки будет вызывать слюноотделение. Но это, что называется, не сюрприз был для и не только физиологов, но и на бытовом уровне понятно, но он показал временную динамику того, что происходит, как он формируется, как он угасает, как он переключается. То есть он показал механистичность того, что происходит, то есть четкие временные критерии того, что происходит. Из этого сделал четкий вывод, что раз эти рефлексы по своей структуре и по своим характеристикам такие же, как и безусловные рефлексы, как коленный какой-нибудь, да, или оборонительный, отдергивательный. Это значит, что те рефлексы, которые формируются в течение нашей с вами жизни, они имеют ту же природу, что и безусловные. Просто почему-то они могут формироваться не до рождения, а после рождения. И вот этим самым заключением он разрушил декартовский дуализм, да, он убрал вот этот вот какой-то дух, который сидит внутри и взаимодействует с нашим животным началом. Он сказал, что да, там очень много, конечно, рефлексов, они очень сложные, многоэтажные, но все они подчиняются тем же законам, что и коленный рефлекс. То есть, конечно, в то время, поскольку церковь тогда была достаточно доминирующей, да, идеологией, конечно, не могли дать Нобелевского премия за такие открытия. Но исследователи четко понимали, что да, теперь мы можем изучать мозг так же, как и там желудок или почку с теми же самыми строгими подходами. Вот. Ну и говоря уже про сегодняшнюю тему, чтобы вы понимали, в какое время что появилось, в начале двадцатого века Бернштейном была сформирована теория о биопотенциалах, то, на которой, собственно говоря, все и основывается. И вот этот вот эхо вот этой вот картинки мы с вами увидим позже, когда будем разбирать природу потенциала покоя. Он показал, что если у нас есть раствор, в котором разная концентрация ионов, да, разделенные мембраной, то между этими растворами будет самопроизвольно наблюдаться трансмембранный потенциал. То есть вот эта мембрана, а этот трансмембранный потенциал, и он будет зависеть от разности концентрации ионов, которые находятся в этих растворах. Вот это вот, конечно, без этого дальше двигаться было невозможно. Ну и уже, видите, обращаясь уже к первой, трети двадцатого века, всем известный опыт Отто Леви. Почему здесь я его включил? Потому что он достаточно поучительный. В чем суть этого опыта было? Ну, как, наверное, вы слышали, результатом этого опыта являлась гипотеза о химической природе передачи импульсов, что клетки между собой общаются через какие-то посредники, которые были названы медиаторы, да, и он даже выделил первый медиатор, ацетилхолин, и вот, собственно говоря, за это и получил Нобелевскую премию. Так вот, что же, собственно, было сделано? У нас было сердце лягушачье, в частности, которое стимулировало с блуждающим нервом, и в ответ на это сердце останавливалось. Вот, ну, через какое-то время оно продолжало идти за счет собственной автоматики. А дальше, видите, такая была колба с такими конусами, называется конюля, вот, на которой соединенного с ним вместе одним раствором билось другое сердце. И, видите, через какое-то время второе сердце тоже останавливалось, да, не сразу. И вот он и говорил, что вот время диффузии вот этого раствора, который выделяется из нерва на это сердце, и оно тоже так же останавливается. И вот этот раствор он вычищал и получал ацетилхолин. Самое занятное, что раньше, когда вот во время вручения Нобелевской, нужно было продемонстрировать суть своего открытия, чтобы доказать, что оно есть и что оно несет какой-то практический вклад. Да, так вот, на вручение этой премии у него этот опыт не получился. Вот, и он даже хотел от нее отказаться. Вот, но уже все как бы настолько верили в то, что это может быть, что уже, так сказать, ее сохранили за ним, хотя он долго еще сомневался, что же он сделал не так. А оказалось очень поучительно, что когда он делал предварительные опыты, он скрывал сердце, ну довольно, ну не то, что небрежно, еще детали методики не были отработаны. И он повреждал части сердца, и собственно медиатор, который, как мы сейчас знаем, выделяется все-таки в синапсах, хотя вегетативный синапс все-таки он больше по размеру, не такой плотный, как нервномышечный, но все-таки он не выпускает медиатор просто так вот в раствор. Когда же сделано не очень качественно, то медиатор может проникнуть в раствор и дальше подействовать на второе сердце. Естественно, готовясь к Нобелевской премии, он очень старался, и сердце было интактно, и медиатор не вышел из одного, сердце не попал в другое. Еще одна поучительная часть этой истории, что примерно в те же годы, а именно в 1932 году, казанский исследователь Самойлов доказал это же самое явление, только гораздо более строго. Он обнаружил, что вот этот нервно-мышечный препарат лягушки, вот такой, на котором он работал, замедляет скорость проведения импульса ровно в два раза при охлаждении на 10 градусов. И тогда уже было известно, что это как раз свойство диффузии. Подвижность ионов в растворе зависит от температуры именно таким способом. Он сказал, что ага, это означает, что у нас где-то вот на этом этапе есть диффузия, а где она может быть? Только вот в месте синапса. Я опубликовался в местном журнале, ну, в советском, да, ну и Запад это не услышал, и к его опытам уже вернулись только там в сороковых, там и позже годах, вот, ну, когда уже все было и так понятно. Поэтому, если вы что-то открыли, не поленитесь опубликоваться как следует, вот, и пролоббировать свое открытие. Ну, и опыт, который, собственно говоря, является уже основой, и который вы будете проводить, вот, ваша группа в среду, например, да, это совершенно блестящие опыты Хорчкина, Хаксли и Катца. Где-то в сороковые годы, в связи со Второй мировой войной, да, они были вынуждены уехать в океанию, где при помощи новых приборов изучали экзотических морских объектов, ну, в частности, гигантского кальмара, гигантский аксон, вот. И благодаря этим опытам, опять же, опыты были не очень сложные, как вы увидите, но умозаключения, которые они сделали, они, как бы, на них опирается вся современная электрофизиология, а именно они доказали и сделали, нарисовали вот такую вот, видите, уже радиохимическую схему работы аксона. И дальше показали, что результаты этой схемы совпадают с результатами того, как себя ведет нерв, там, и его компоненты. Вот, я не буду подробности рассказывать, то, что это все будет на практикуме. Вот, ну, и уже теперь ближе к нам, в 80-е годы, стало понятно, почему себя ведут те или иные каналы, так они или иначе. Вот, ну, и вот уже почти в наше время мы уже знаем структуры каналов, хотя, как ни странно, вот сейчас, казалось бы, что уже столько разных картинок разных каналов. До сих пор это все гипотезы. И думаю, что вот этот список еще можно будет продолжать не одно столетие, потому как чем больше сейчас происходит каких-то фундаментальных открытий, тем понятнее, что еще не открытого остается гораздо больше, чем на сегодняшний момент известно. Ну что ж, давайте займемся предметом нашего изучения, а именно мы будем с вами вот все эти полгода изучать возбудимые клетки. Для начала давайте посмотрим вообще, кто входит, подходит под это определение. Естественно, все сразу называют, да, нейроны, безусловно, возбудимые клетки. Мышечные клетки, ну, тоже возбудимые, да. Рецепторные клетки, да, это вот волосковые клетки вестибулярного аппарата нарисованы, или уха, например, реснички, тоже возбудимые. Но кроме них, надо не забыть, что еще и секреторные клетки тоже являются возбудимыми. Вот это вот нарисован здесь у нас гипофиз, который в ответ, например, нейрогипофиз, в ответ на импульсы, да, у нас будет выделять те или иные регуляторные факторы. Что же такое значит у нас возбудимость? Возбудимость — это способность быстро и специфично, да, определенным образом реагировать на специальный к нему стимул, то есть специфический ответ на специфический стимул. Вот. Соответственно, вот раз мы говорим про электрическое возбуждение, да, то у нас нейроны будут у нас проводить импульсы. Значит, мышечные клетки вслед за потенциалом действия будут у нас сокращаться. Ну и так далее. В чем же специфика нервных клеток? С них мы с вами начнем. Ну, строение клетки, думаю, что вы проходили, да, и разговаривать про него нет смысла, да. Все знают про нервные клетки? Что у них есть там ядро, ЭПР, там митохондрии. Вот на таком уровне, думаю, что вам это знакомо, да. Окружна мембраной водонепроницаемой. Но давайте посмотрим на специфику нейрона. Вот как мы узнаем нейрон среди других клеток? Ну, в первую очередь, он очень-очень большой, до 130 микрон, то есть в 10 раз больше, например, чем окружающие его, например, глиальные клетки, ну или обычные клетки, которые мы можем увидеть, там составляющие там эпидерм, дерму какую-нибудь или что-то еще. Большую часть нейрона, тело нейрона занимает ядро. Значит, здесь оно еще мелкое. Вот видите, вот здесь у нас красненьким обведена граница нейрона, а вот это ядро. Вот, к сожалению, микрофотографии всегда плохо видны на презентациях. Вот, то есть, видите, почти что полностью занимается стоплазма. Причем это ядро ДНК в нем деспирализовано. Это что означает? Это означает, что там идет бурный синтез РНК, а значит нейрон постоянно синтезирует огромное количество белков. Причем, может быть, важно, что их не так много, а то, что они очень разнообразные. Там, по-моему, 90% разнообразия белков, которые синтезируются в организме в целом, синтезируют нейроны. Вот поэтому ядро такое вот большое и развернутое. Вот. Кроме того, мы здесь видим, естественно, следом за ядром, хорошо развитый эндоплазматический ретикулем. Он даже такими параллельными полосочками часто упакован. Называется тигроид. Вот. И он может, этот тигроид, располагаться не только в теле нейрона, но и в отростках. Ну, в частности, отростки бывают двух видов. Это дендриты и аксон. Вот аксон один, да, как правило, толстый, а отростки, как правило, тоньше, их много. Но основное их различие, конечно, не в морфологическом структуру, а в том, что импульсы по дендритам идут к телу, а по аксону идут от тела к следующему нейрону. Это их принципиальное отличие. Вот. Для обеспечения модификации белков может быть хорошо развит аппарат Гольджи. Вот. Но это все связано, естественно, с очень бурным и разнообразным синтезом, который в них происходит. В общем, крупные клетки и еще, зависит от того, как пройдет срез, могут попасться на срезе синаптические окончания соседних нейронов с уплотнениями между ними. На них мы посмотрим с вами, когда дойдем до синапса. Теперь давайте посмотрим, какие вообще нейроны бывают. На самом деле, у позвоночных нейроны вот такого классического вида — это довольно узкая часть всего разнообразия нервных клеток, которые могут попасться, ну, в частности, у беспозвоночных. Да, начиная от ветеринаобразных нейронов у кишечно-полосных, они еще и могут при этом некоторые сокращаться, да, то есть они еще не совсем отделились от мышечных клеток. Могут быть очень специализированные мультиполярные, например, нейроны беспозвоночных, где, видите, ядро, да, выделено в отдельную такую капсулу, а вот дендриты сразу переходят через утолщение в аксоны. То есть, такого у позвоночных мы найти не можем. Ну, и уже у позвоночных могут быть самые разные формы. Ну, вот совсем, что называется, мало имеющих разнообразие, да, как бы мало частей — это один дендрит, один аксон и вот тело. Это чувствительный нейрон, который входит в спинной мозг, например. Он так и называется — псевдоуниполярный или биполярный нейрон. Это вот к вопросу о том, бывает ли дендрит покрыт миелиновой оболочкой. Конечно, бывает. Еще и дендрит бывает метр длиной, да. Если мы посмотрим, от кончиков пальца какой-нибудь механорецепторы, и вот до спинного мозга все вот это вот миелиновые дендриты идут в сторону позвоночника. Ну, и классика — это пирамидный, например, нейрон коры, который имеет характерную форму, или вот с очень большим дендритным деревом — это вот нейрон мозжечка, да, у него может быть там до десяти тысяч веточек самых разных, вот. Есть мотонейроны, у которых, видите, аксон может быть около метра длиной и несколько тысяч веточек на конце, да. То есть, все это достаточно имеет широкую вариабельность. Вот. Причем вот эти вот степень ветвистости, форма, она меняется с течением жизни. Ну, например, у молодых людей, у них гораздо больше веточек на дендритах, вот, но зато там менее выраженный аксон хуже миллионизированных или меньше миллионизированных. Вот. И сома может быть меньше, а у взрослых людей наоборот. То есть, связей меньше, а вот мощность каждого нейрона больше. То есть, это все тоже достаточно изменяющаяся вещь. Не лишнее посмотреть на то, как выглядит цельный нерв в разрезе. Здесь мы видим, видите, толстые, покрытые миелиновыми оболочками. Эти оболочки экранируют аксона один от другого. Рядом лежат тонкие миелиновые. Еще хуже видно, здесь тонкие не миелиновые. И они все покрыты соединитель тканной капсулой. Причем их три слоя. Значит, эндоневрей, значит, вокруг маленькой группы аксонов, значит, переневрей и эпиневрей. Три оболочки, которые в первую очередь нужны для того, чтобы обеспечивать механическую прочность у нерва и чтобы обеспечить электрическую изоляцию, чтобы потенциал действия не перепрыгивал с одного аксона на другой. И вот эта причина, по которой на практикуме мы будем с вами регистрировать очень слабые токи, хотя будем стимулировать тысячи аксонов. Совсем считанные милливольты будут доходить до регистрирующих электродов. Ну, теперь от такой вот гистологии давайте перейдем немножко к биофизике. Я ее максимально упростил, чтобы у вас не было ощущения, что формирование потенциала покоя — это какая-то магия, которую надо выучить и забыть. На самом деле, это довольно хорошо наглядно, по крайней мере в таком вот гротесском представлении, понимаемая часть. Давайте, чтобы у нас не было лишних отвлекающих компонентов, вообще отвлечемся от аксона, от нейрона и возьмем чашку Петри. Да, вот она. Дальше мы в нее нальем дистиллированной воды и разделим ее на две части. Вот, собственно говоря, такая вводная. Дальше вот в этой пластинке мы ее сделаем либо саму пористую, либо сделаем в ней окошечко. Причем окошечко будет особенное. В это окошечко у нас будет пропускать только положительные ионы. Вот мы так его зарядили отрицательными зарядами, которые отрицательные же отталкивают, а положительные, пожалуйста, проходи, ни в чем себе не отказывай. Вот это то, что нужно добавить. Мы назовем это избирательной проницаемостью или полупроницаемость. Вот слово полупроницаемость, которое в книжках есть, мне оно не нравится, потому что создается ощущение, что ну половина иона прошла, что ли, или половина ионов прошла. Нет, она избирательно проницаема. Эти ионы проходят, а эти не проходят. Вот в простом виде она пропускает только катионы. Что же получится, если мы нальем в правую часть этой чашки петри, нальем соль. Можно налить натрий хлор, поваренную соль, но я так сказать, знаю, что будет дальше, предлагаю вам налить калий хлор. Естественно, ничего натрий хлор от калий хлор в растворе отличать не будет. Что будет? Будет диссоциация. Они разбредутся, катионы отдельно, анионы отдельно, да, и будут плавать совершенно независимо друг от друга по раствору. Но что же будет с хлором? Хлор, поскольку у нас мембрана непроницаема для анионов, так и останется там, где был. А вот насчет калия? Нет. Он за счет чего? За счет градиента концентрации, поскольку здесь его много, а тут ноль, он что будет делать? Он будет переходить в левую часть чашки петри. Вот он здесь какое-то количество у нас тут окажется. Что же будет следом? А дальше будет самое, пожалуй, интересное. Хлор, который не может пройти через мембрану, будет создавать здесь отрицательный заряд. То есть здесь у нас будет только калий, а здесь будет избыток отрицательных зарядов из-за оставшегося хлора. То есть у нас получится градиент заряда. И часть калия, который будет продолжать двигаться в левую сторону по градиенту концентрации, через эти же поры будут уходить обратно, поскольку он будет притягиваться хлором. Таким образом у нас будет поток калия и туда и обратно. И через какое-то время эти потоки уравновесятся. То есть суммарный ток, а физиологи трактуют ток как поток шариков. Да, вот они так упростили себе жизнь, ну по крайней мере в таком вот приближении. Да, он будет идти и слева направо и справа налево в одинаковом количестве. Но суммарный ток будет равен нулю. Вот здесь мы понимаем, чем отличается проницаемость, да, от тока. Проницаемость у нас здесь высокая, а ток равен нулю. Потому что ионы и туда и туда идут с одинаковой скоростью. Значит суммарный ток равен нулю. А вот теперь смотрите, если мы возьмем и воткнем вольтметр и померяем разность потенциалов в разных сторонах мембраны, то есть трансмембранный потенциал, то будет понятно, что здесь будет плюс, а здесь будет минус. Вот вам, пожалуйста, потенциал, который формируется при равновесии этих двух сил. Это будет сила концентрационного градиента и сила заряда, который его будет тащить в другую сторону. Вот при выравнивании этих потоков у нас и будет равновесный потенциал. Понятно, да? То есть равновесие этих двух сил дает нам равновесный потенциал для кого? Для калия, потому что он ходит туда-обратно. Хлор, хотя имеет вот эту силу, но если ион не может перейти через мембрану, он никакого вклада в это самое равновесие вносить не будет. Вот здесь тонкий момент, обратите внимание. Если мы сюда добавим какой-нибудь ион, который не будет проходить через мембрану, он останется с этой же стороны и никак не повлияет на заряд. Это важно нам пригодиться в будущем. Значит, вот у нас будет равновесие. Давайте подумаем еще немножко. А что будет, если мы сюда добавим еще калий-хлор? Как вы считаете, что будет с трансмембранным потенциалом? Больше он будет или меньше? Вот этот вот минус с плюсом. Больше. То есть чем больше мы сюда досыпаем калий-хлора, тем получается больше калия сможет вырваться в левую часть чашки и тем больше останется заряд с этой стороны от вас справа. То есть этот равновесный потенциал будет зависеть от концентрации иона с той стороны, куда мы его досыпали, в данном случае справа. Ну, понятно, что это будет нелинейная зависимость, потому что не все ионы перейдут, половина какая-то останется и уже будет зависеть от заряда. Итак, какой вывод? Равновесный потенциал зависит от градиента концентрации ионов, и отрицательный заряд формируется там, где больше катиона осталось. Вот это то, на чем валится большинство студентов. Там, где больше калия, там будет минус. Из этой вот картинки это прямо следует. Ну, теперь давайте посчитаем численно, как же будет у нас зависеть этот самый потенциал от разницы концентрации. Можно, значит, это вот ведь формула на основе законов термодинамики вывел Вальтер Нернст еще, видите, в конце 19 века. Что же здесь, собственно говоря, в ней есть? Вот это основная форма, которую надо запомнить. Итак, здесь у нас есть градиент или разность концентрации ионов, причем тот ион, который, видите, в знаменателе, он будет формировать, если его здесь больше, логарифм у нас будет дробь меньше единицы, значит, потенциал будет меньше нуля. Ну и это у нас будет коэффициент. Видите, он вообще изначально звучал, как просто коэффициент, потому что, если у нас константная температура, то больше ничего у нас и не меняется. Слава Богу, число Фарадея, газовое постоянное, в нашем мире одинаковое, поэтому мы, если возьмем температуру по Кельвину, то можем вот этот РТЗФ поменять на 0,059, деленное на заряд иона. Заряд калия, как вы помните, единица. То есть просто вставите 0,059 перед логарифмом. Вот я не буду рассказывать, почему здесь десятичного получился натуральный. Вот. И получим число, которое будет характеризовать равновесный потенциал. И если мы все подставим, то в знаменателе, например, у нас будет 30 раз больше калия, чем в числителе, тогда потенциал будет минус 85 милливольт, то есть почти 0,1 вольта. Понятно, что эти цифры у нас взяты не из потолка, а именно во столько же раз калия больше внутри клетки, большинства возводимых клеток, чем снаружи. То есть если в клетке в 30 раз больше калия, и калий может свободно перемещаться через мембрану, то клетка будет иметь какой-то заряд близкий к минус 80 милливольт. Дальше уже детали будут, конечно, отличаться. То есть вот нам, пожалуйста, и простое объяснение с чашкой Петри, что же происходит в клетке. Ну давайте мы завернем эту чашку Петри кружком, окружим ее вот этой мембраной целиком, и окажется, что вот соль, которую мы насыпали, вот этот калий-хлор, его много внутри, калия внутри много, и если у нас эта мембрана проницаема для калия, то внутри формируется отрицательный заряд. Вот он, пожалуйста. И можем померить электродами. Соответственно, вот простая и наглядная теория для формирования трансмберанного потенциала. Но здесь мы как бы своим волюнтаристским решением насыпали внутрь калий-хлор. А что же происходит все-таки уже в живых клетках? Как это все превращается в то, из чего состоит нейрон? Давайте пошагово двигаться. Итак, кто же создает этот самый трансмембранный потенциал? И здесь вот мы уже вместо какой-то пористой мембраны, которая пока была абстракцией, хотя чуть-чуть вернусь обратно, это вовсе не абстракция. В биофизике работают, и, может быть, кто-то из вас будет работать, с так называемыми черными мембранами. Она черная не потому, что там она какая-то вся зловещая, а потому что она на свету аполисцирует в черный цвет. Как она делается? Ну, если упростить, то берется капля жира, ну, какого-то масла, да, в него вставляются определенные белки и каналы, ну, тоже, как мы с вами рассмотрим, как он должен быть устроен. А дальше мы окунаем такое колечко железное, ну, или пластиковое, капаем на него этим маслом, опускаем его в воду и начинаем колечко увеличивать в диаметре. И, как вы знаете, если у нас масло, то оно состоит из липидов, у которых есть гидрофильная часть и гидрофобная часть. Ну, вот здесь показаны хвосты гидрофобные будут ложиться один к другому хвостами, а гидрофильные, то есть любящие воду, головки будут обращены в воду. Вот такое вот состояние для нее наиболее комфортное. Вот этот монослой, и чем колечко вы будете больше растягивать, сначала будет много параллельных слоев, потом они будут располазаться-располазаться, и станет монослой. Есть формула, до какого состояния надо это колечко растянуть, чтобы у нас из капли получилась вполне себе пригодная для работы мембрана. Ну, и там, в этой мембране, сами собой встроятся каналы. Почему? Потому что у них тоже есть гидрофобные части, которые любят жир, и они тогда встроятся в эту мембрану в серединку, и на улицу или внутрь будут торчать гидрофильные части этих белков, соответственно, они сами упакуются так, как надо, внутри поверхности этой мембраны. Так вот, то же самое постепенно происходит и в клетке. Теперь посмотрим на то, кто же создает этот избыток калия внутри. А внутри работает натрий-калиевая атефаза. Это один из самых распространенных белков в нейронах, которые делают очень важную работу. Он тратит одну молекулу АТФ, то есть отрывает фосфат, и за счет этой самой макроэргической связи он забирает три натрия в клетке, перехлопывает, вот как здесь нарисовано, выбрасывает их наружу. В это жерло встраиваются два иона калия, и дальше он перещелкивается обратно за счет того, что у него уходит фосфат, и калий оказывается внутри клетки. То есть, таким у нас образом происходит цикл работы, то есть в обменную энергию одной молекулы АТФ 5 ионов против своего градиента концентрации переходят через мембрану. Вот так вот она потихонечку, не спеша молотит всю нашу жизнь. Причем, чтобы вы себе представляли масштаб бедствия, примерно половину, ну там по разным оценкам, от трети до двух третей, мозг тратит на натрикаливую АТФ. А если посчитать, что мозг, при том, что весит десятую часть нашего, нет, наоборот, он занимает сколько там вес, посчитаем, сколько весит мозг, там полтора килограмма на сто, да, два процента от веса нашего тела примерно, опотребляет он 10 процентов всего, что мы съели. Значит, получается 5 процентов того, что мы съели, отдается на натрий-калиевую АТФ вазу нашего мозга. То есть, в принципе, достаточно цифра внушительная. Но, как вы видите, 5 ионов это совсем небольшое число, да, и чтобы создать градиент концентрации ионов, этим насосом приходится очень долго работать. А именно, еще в ранних этапах эмбриогенеза это одни из самых первых белков, которые начинают синтезировать клетки, да, еще на стадии там, ну, в районе бластула, наверное. Вот, и вот они работают, работают, работают весь период нашего эмбриогенеза. И только уже где-то к третьему триместру мембранный потенциал в нейронах доходит до минус 60. А и даже при родах некоторые клетки еще не доходят до положенного им потенциала минус 70. То есть, вот так вот все 9 месяцев трудятся эти насосы, чтобы создать должную разницу в концентрации ионов. Вот. Ну и понятно, что это можно уподобить, ну, как, например, вы возьмете ручеек, сделаете дамбу, и через 15 лет у вас будет огромное водохранилище, да. Вот примерно такой же масштаб временной по сравнению со всеми процессами, которые идут уже вокруг, да. То есть, если мы будем говорить про открытие ионных каналов, да, про какие-то токи другие, да, это все будет, ну, не знаю, там, открытие какой-нибудь заслонки или турбинки на водохранилище, которое в целом никак не повлияет на уровень, там, воды в водохранилище, которое будет создаваться долгими месяцами, да, и, там, годами. Поэтому я специально такую, наверное, может быть, слишком пространный образ вас создал, чтобы вы понимали, что натрий-калевая АТ-фаза работает в другой временной шкале по сравнению с потенциалами действия и прочими, там, электрическими явлениями. Хорошо. Зачем же это делается? Почему настолько это важная часть клетки? Да потому что, кроме того, что она создает потенциал покоя, да, который нужен, чтобы импульсы можно было возбуждать и проводить, на основе натрий-калевая АТ-фазы работают подавляющее большинство других переносчиков. То есть, природа единожды отточила в эволюции вот этот самый насос, который очень консервативен и очень имеет близкую структуру у всех живых существ. Вот. А уже за счет градиента натрия и калия, который он накачал, работают другие транспортные системы. Ну вот, например, хлор как переходит через мембрану путем совместного переноса. Калий, который в клетке теперь мы уже знаем в 30 раз больше, чем снаружи, выходит по градиенту концентрации, да, он хочет выйти, а хлор не хочет выйти, но крутится колесико, грубо говоря, и выкидывает хлор из клетки. Этот процесс будет называться симпорт, то есть в одну сторону переносится. Случай может быть и противоположным. Например, вот кальций. Кальция не то, что натрия, его внутри клетки примерно в 100, а то и в 500 раз меньше, чем в межклеточном пространстве. И просто так заходить в клетку он никогда не захочет. Тогда природа придумала вот что. Натрий же у нас выкачивается из клетки, значит натрия снаружи много. Три натрия присоединяются к насосу, дают ему силу на вращение, и выкидывается один ион кальция наружу. То есть вот вам, пожалуйста, антипорт. Ну таких антипортов огромное количество. Вот еще пример, когда мы можем разнести эти процессы даже на разные стороны мембраны. Вот, например, натрий калиевая ТФА закачает себе, выкачивает натрий из клетки, а здесь у нас, например, какие-нибудь моносахариды, ну та же глюкоза. Она с импортом с натрием закачивается в клетку, в клетке остается много, а дальше просто по градиенту концентрации выкидывается дальше из клетки. То есть вот там обилие различных вариантов, оно неисчислимо на самом деле. Представьте, сколько всего фильтруется почкой. Какое разнообразие ионов и мелких органических молекул перекачивает почка там в минуту. И все вот это вот основано на работе всего лишь одной натрий калиевая ТФА, которая создает гардиент заряда и гардиент концентрации ионов. Хорошо, теперь мы с вами знаем, что за счет натрий калиевая ТФА создается избыток калия и трансмембранный потенциал. Давайте вот им теперь займемся более подробно. Что значит трансмембранный потенциал и как мы его будем измерять? Да очень просто. Мы возьмем один электрод, оставим снаружи, а второй проткнем мембрану и окажемся внутри. И вот у нас будет скачкообразно формироваться потенциал покоя. Клетку никто не трогает, поэтому потенциал называется потенциал покоя. Он колеблется у возбудимых клеток от минус 60 до минус 90. Самые заряженные клетки это мышечные клетки, в них минус 90. Дальше идут почечные клетки, уже по упомянутой причине шкачать, хотя они невозбудимые, но у них тоже есть трансмембранный потенциал. Дальше всякие нейроны. Самый маленький трансмембранный потенциал у гладких мышц. 90 это у скелетных мышц. То есть зависит от того, насколько быстро надо что-то делать, насколько велик вообще должен быть заряд у этих клеток. Окей, теперь перейдем к уже непосредственно к живым клеткам и посмотрим, а что же такие за каналы будут сидеть на этой самой мембране. Как я уже сказал, если мы правильно синтезируем аминокислотную последовательность канала, то он сам займет нужное ему место. Какая же последовательность у канала должна быть в классическом его исполнении? Что должно быть? Должна быть гидрофобная часть, то есть вот эта серединка, она должна быть гидрофобной. Должна быть две части гидрофильные, чтобы одна расположилась снаружи клетки, другая внутри клетки. Ну и в центре гидрофобной части должна быть пора, покрытая тоже гидрофильными остатками аминокислот. Соответственно, она может быть заряжена тем или иным знаком, чтобы уже добиться избирательной проницаемости. То есть, если это жерло будет отрицательно заряжено, то будут проходить там только катионы. Если будет положительно заряжено, то только анионы. Кроме того, у канала есть то, что мы еще к чему не подбирались, это ворота. То есть, каналы никогда не находятся в постоянно одинаково открытом состоянии. Эти ворота постоянно хлопают, причем могут хлопать с разной скоростью и проницаемость это может меняться. Они могут впадать вообще в состояние блокировки на какое-то время или потом полностью открываться и пропускать ионы практически в непрерывном потоком. То есть, ворота мы с вами будем смотреть позже, когда разберем уже потенциал действия. Сейчас мы с вами поговорим про, собственно говоря, потенциал покоя. Каналов на мембране очень много. Видите, до тысячи штук на квадратный микрометр. То есть, они вот здесь на картинке, это лучше видно в виде иллюстрации. Тут как бы пропорции постарались сохранить. То есть, каналы расположены друг от друга очень близко, поэтому электрическое поле, которое, например, будет меняться за счет открытия одного канала, оно хорошо чувствуется другим каналом. Ну, вот перед вами уже вся эта схема в собранном виде. Вот у нас липидный бислой, да, вот канал, вот, а вот уже ионы, которые у нас будут располагаться с двух сторон от мембраны. Натрия снаружи 20 примерно раз больше, чем в клетке. Калия около 30, ну и кальция порядка 100, а то и даже больше, 300 крат, даже 500 крат относительно внешней стороны. Снаружи здесь не показано, еще также в этой же примерно концентрации содержится хлор. То есть, поэтому межклеточное пространство равно кровь, да, равно 0,9-процентный раствор натрий-хлор. Внутри, понятно, что совсем другое соотношение. Калий там преобладает. Теперь давайте посмотрим на такую штуку. Хорошо. Калий, как мы знаем, находится в равновесии, да, то есть почти в равновесии. Если у нас мембранный потенциал минус там 85, да, то по формуле Нернста калий будет идти через канал и туда и обратно. То есть он будет находиться, как говорят, в равновесии. Но натрий же, например, его, он тоже положительный, а снаружи его много. То есть он будет явно находиться в неравновесном состоянии, да, и будет хотеть проникнуть внутрь клетки. И он с удовольствием это сделает, как только появятся каналы, которые готовы его пропускать. Но прежде чем мы откроем эти каналы, давайте посмотрим на силы, которые действуют на эти самые ионы. Вот, как видите, при условном минус 80 милливольт на мембране, вот видите, у нас здесь у нас калий, да, видите, вот он почти, он чуть-чуть в данном случае будет хотеть выходить из клетки, стремясь к потенциалу покоя, да. Хлор, видите, тоже в разных клетках здесь специально нарисованы разные стрелочки. Ну, возьмем какую-нибудь условную мышцу, да, он будет близок к своему равновесному потенциалу. А вот натрий. Если мы уберем все каналы, оставим каналы только для натрия, то мембранный потенциал будет плюс 67. Это рассчитанный, опять-таки, по формуле Нернста равновесный потенциал для натрия. Вот равновесный потенциал для кальция, плюс 123. Опять-таки, если мы уберем все проводимости, кроме как оставшиеся для кальция. Почему я так подробно разжевываю вам эти знания? Потому что мы теперь знаем, в каких границах может быть потенциал действия в зависимости от того, какими ионами он поддерживается. То есть, если на аксоне есть два вида каналов для калия и для натрия, то потенциал покоя не может быть меньше, чем минус 90 и не может быть больше, чем плюс 67. Вот вам коридор для изменения мембранного потенциала в зависимости от ионов. Хорошо, а как же нам учесть эти все ионы формулы Нернста? Понятно, что ее надо расширить. И это было сделано Гольдманом уже в начале 20 века, 20-е годы. Он сделал довольно несложную манипуляцию. Он взял вот это вот, если мы отсечем правую часть формулы, останется формула Нернста. А дальше он просто что сделал? Прибавил каждый ион, причем расположил их так, как они расположены в мембране. Мне нравится всегда рисовать, что внутри клетки это внизу, а сверху межклеточное пространство. Тогда легче формулу запомнить. Это внутреннее пространство, это наружное. И вот он концентрацию каждого иона умножил на его проводимость. То есть на то, сколько открытых каналов будет находиться на мембране. Ну и дальше, если мы посмотрим в покое клетку, то увидим, что проницаемость для натрия, такие каналы открытые есть, но всего лишь от 2 до 4%. От чего? От единицы. Физиологи не стали утруждать себя вычислением микросильменсов на единицу площади или каких-то еще абсолютных значений. Они просто решили, что давайте, раз у нас клетка в покое проницаемая для калия, будем считать, что проницаемость по калию равна единице. Поэтому мы берем просто концентрацию без изменений. А натрий мы умножим на 0,023. И как раз мы увидим, что действительно у нас чуть-чуть изменится трансмембранный потенциал от равновесного. И он будет примерно те самые минус 70, которые и предполагается нам получать при регистрации потенциала. А вы меня спросите, а что же у нас с хлором? Хлор на аксоне, его проницаемость очень невысока. Поэтому мы его, если здесь будет у нас P-хлор равен нулю, из формулы он выбывает. Если же проницаемость по хлору довольно приличная, ну, например, в мышцах, проницаемость по хлору 0,5, половина от калиевой. Но поскольку хлора снаружи много, и примерно так же много, как много внутри калия, то говорят, что хлор находится в равновесном состоянии и не принимает участие в формировании потенциала покоя. Потом мы с вами посмотрим, что это достаточно грубое упрощение. С ним всё несколько может быть сложнее. Ну, а кальций, поскольку проницаемость по кальции у аксона уж точно равно нулю, кальциевых каналов на аксоне просто нету, он и не вкладывает в эту формулу ничего. Поэтому, как бы градиент концентрации не был высок, он нам ничего здесь не добавит. Продолжение следует...